Здравствуйте! Сегодня 12 августа. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от банкир.ру. На торгах в понедельник единая европейская валюта снизилась по отношению к американскому доллару на 0,2%, закрыв торговую сессию на уровне 1,3384. Пара евро-доллар вновь приближается к девятимесячному минимуму, и тенденция развития нисходящего тренда позволяет с высокой долей уверенности предположить, что новые рекорды будут достигнуты в ближайшее время. Медвежьи настроения по евро преобладали даже несмотря на отсутствие важных событий в экономическом календаре понедельника. Участники рынка по-прежнему обеспокоены невысоким экономическим ростом еврозоны и низкой инфляции в регионе. Инвесторы ожидают, что подобная ситуация рано или поздно заставит Европейский Центробанк начать программу скупки активов, аналогичную QE в США. С учетом того факта, что программа количественного смягчения в Америке уже подходит к своему завершающему этапу, а в Европе лишь обсуждают необходимость ее введения, мы имеем все шансы увидеть затяжное продолжение нисходящего тренда по паре евро-доллар. В нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение снижения евро-доллара к уровням 1.3360 и 1.3340. Британский фунт на торгах в понедельник в аналогичной динамике с евро незначительно снизился по отношению к американскому доллару. В отличие от еврозоны экономика Великобритании показывает совершенно другие темпы восстановления, однако это уже недостаточно для поддержания курса британской валюты на высоком уровне. К тому же сильный доллар является сегодня лейтмотивом ситуации на рынке, поэтому неудивительно, что пара фунт-доллар находится в пределах двухмесячного минимума и, судя по настроениям участников рынка, этот уровень будет пройден в ближайшее время. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционное движение фунт-доллара к уровням 1.6787 и 1.68, после чего продолжение снижения пары к целевым уровням 1.6770, 1.6750 и, возможно, 1.6700 ровно. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска, суть предпринимательского духа, ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего, зарабатываем своим умом, приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль. Наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы трейдеры. В экономическом календаре вторника. Австралия опубликует июльский индекс делового доверия, а также индекс цен на жилье за второй квартал. Япония представит коэффициент загрузки производственных мощностей и данные объема промышленного производства за июль. Центр европейских экономических исследований Институт ЗЭВ опубликует индексы настроений в деловой среде и текущей ситуации в Германии, а также аналогичные показатели в целом по еврозоне за август. А в американской статистике будет обнародован еженедельный индекс розничных продаж, Красная книга и отчет об исполнении федерального бюджета. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.